Эй, друзья, всем привет, меня зовут Энди Мув и это очередная серия зайчика и по всей видимости нам нужно сделать выбор идти к Полине, идти к Алисе или вот что это сумка на подоконнике кто-то оставил сменную обувь пары потертых шанхаек судя по размеру они явно принадлежат мальчику моего возраста так кто мне интереснее мне меня интригует просто-таки Алиса застегнув рюкзак я сбежал вниз по ступенькам снова оценил обстановку во дворе уже через окна вестибюля никого подозрительного входные двери скрипнули звук напомнил музыку из триллера такая высокая нота предшествующая напряженной сцене я шустро обогнул школу стараясь не попасть никому на глаза и школьной столовой пахло выпечкой и сжженным сахаром я замер увидел силуэт в окне второго этажа наверное это Полина тючла не в голову скользила смычком по скрипке жаль мелодию не слышно да и Полина просто темный абрис рисунок на желтом листе окна не хотя я пошел дальше на школьном стадионе веревочная сетка футбольных ворот сдувалась и опадала а вот это меня не смущает ветер гонял по полю белые смерчи где-то подалеку шумел невидимый трактор спугнувший стаю каркающих ворон звук мотора напомнил рев голодных зверей гнавшихся за мной по снежным пустошам вновь вспомнилась эта странная лиса со своей маской сейчас при свете дня было очень трудно поверить в ее существование здесь был бяша страх побег правда как она там сказала на заднем дворе возле повешенного что еще за ерунда какого еще я посмотрел на стену над просмоленной полосой был нарисован пляшище в петле человек кто-то играл здесь виселицу вокруг человечка караулили побег страх правда это что тот мужик таким голосом говорит со мной я не сразу понял откуда звук взгляд заметался по безлюдному закутку на задворка школы по окнам отражающим солнечный свет по снегу один из сугробов задрожал словно вулкан перед извержением не успел я опомниться как белая корка лопнула из-под снега выпрыгнула лиса она грациозно поклонилась наслаждаясь произведенным эффектом снежок серебрился на ее шубке я не представлял что мысли о хвостатых девочках могут быть такими даже не знаю с чем их сравнить заразными ядовито сладкими она хихикнула так задорно что я невольно заулыбался грезво защитнув горь снега я скатал снежок и зарядил им в алису она попыталась вернуться но было поздно снаряд угодил в плечо а это плечо да это антоша тебе предстоит в анатомии девочек немножко разобраться да вот такое лиса плавно отпрянула вооружаясь ты хитер да мы хитрый лобок ты да мы ловчай ответный снежок прочатил дугу между заснеженным двором и вараньем решай реющим над ним я хотел пригнуться но поскользнулся и упал на колени а пока поднимался снег прилетел прямо в лицо а полил холодом щеки от досады я вырвался на всю улицу ого словечки из песен сектор газа с кассет что я слушал тайком от родителей вот рядом папа он выкрадал бы мне ебло по самые уши чё-чё омата он не терпел изъяснялся исключительно литературным языком она сочувственно отряхнула мой воротник взяла за локоть и помогла встать аккуратно с недетской заботливостью сняла мои очки сдула с них снежинки а затем протянула обратно вот так один один тоша тоша картоша тоши меня называли только близкие люди а я даже настоящего лица ее не видел не знал ни фамилии ни класса не то есть ли у нее хвост под шубкой желаешь отыграться мы хотели поискать вову помнишь лучше поторопиться а то меня родители станут искать лиса демонстративно зевнула родители опять у нее настоящий рот она встреча леса как скучно давай чуть-чуть поиграем все равно тебе дома тоскливо а ты откуда знаешь тоже мне тайна со взрослыми до в четырех стенах тоска смертная всегда у меня от стены взрослых нервный птик вот она задергла мохнатой лисе и бровкой я не искренне хохотнул не решив до конца смешно ли это вот так шевелить частями маски лисичка приблизилась плотную и встала на цыпочки едва не коснувшись шершавом носика моего лица в глубине глаз тылели веселые огоньки пахло от нее чем-то приятным ягодно приторным возможно так пахнет независимость и настоящая свобода когда у тебя всех хлопот что беситься и уплетать конфеты больше ничего горячий шепот влился в мои уши внутри у меня сжалась пружина в животе заныло не сказать чтобы приятно как же странно только что я болтал с полиной а теперь алиса тащит меня куда-то а если проиграю душу из тебя выцарапаю неженка о веселуха давай скорей засмеявшись она махнула подолом и побежала к дороге по которой мы шли в школу ее обещание чуть ли не угроза оно загипнотизировало меня я нагнулся и зачеркнул снег вот бы было у меня специальное устройство чтобы распознавать когда шутит алиса а когда говорит всерьез или у таких как она всегда третий вариант между шуткой и правдой смехом и горячим дыханием на ухо я хотел победить наказать ее за быстроту и свободу с которой слишком много для обычной девочки азарт любопытство и что-то что-то неясное завладели моими чувствами опьянили меня как тогда когда я наелся вишен из маминой наливки и лежал сомкнув веки а кровать вращалась подо мной и голова ходила кругом я сплюнул вытер губы поиграть хочешь лисичка сестричка ну давай поиграем вооружився снежком я ринулся за беглянкой а что я спиной от школы отхожу или что неба меня несет вот показала знакомая улица с деревянными столбами уже совсем не страшными всего-то бревна занесенные снегом крикнешь залают цепные псы люди высунутся из окна фигурка лиса маячила впереди дразнилась но швырять нее снежком с такого расстояния было напрасно только сна снаряла только зря снаряд бы растратил вдоль расчищенной дороги замаячили искалеченные морозом березки у деревьев выселся огромный снежный холд видимо сюда трактор свозил снег со всего поселка в такой горе спрячется только выводок лисичек нет подумалось лисичка одна не бывает второй ее и одну это слишком много возле рощицы бегла моя вторая утренне знакомая дворняга с озябшими лапками принюхавшись она пометила голые кусты смородины и шустро засеменила к другим алиса вынырнула из-за холма жулька за мной девочка собачонка подняла уши одобрительно гафнула и побежала следом мы мчались все дальше излика обменивались снежными залпами хохотча и спотыкаясь впереди роз поднимался до низких облаков зимний лес мы достигли его тени костистой и почти осязаемый лиса юркнула за исполинскую сосну явно намереваясь незаметно подобраться ко мне со спины и насыпать снега за шиворот это был хороший план но ее выдавала жулька приктившаяся рядом отломив сухую ветку я решил действовать еще хитрее насадил на сучок шапку и поднес к сосне пускай решит что это моя голова высовывается из-за ствола чтобы не рассмеяться я прикусил губу прыгнул с другой стороны пульнул снежком в упор наверное алиса сразу раскусила мою уловку но позволила мне победить со счетом 3-1 я был ранен в ногу она же с простреленным животом и грудью истекала передо мной выдуманной кровью и молила о пощаде давясь со смеху она притворила что клянется мне схватила полные горсти снега и как умирающий воин в последние отчаянные попытки метнула их меня я легко уклонился гогача и возмущаясь одновременно добил войти с двумя прицельными выстрелами живи живи научил бы меня жить раз умный такой молчи ты умерла уже тоже мне помеха давай сыграем в кое-что поинтереснее выстрелив слепую она кинулась за деревья я неуверенно двинулся к бурелому померещилось что я действительно вижу хвост скользнувший по кустам будто привязанный я бросился туда где ветки склестывались помогая лисе прятаться приходилось раздвигать их и рвать точно паутину ветви пружинили в лицо но не били а словно гладили по щекам я вспотел но сил оставалось предостаточно врешь лисичка поймаю тебя голос алисы плутал за буреломом семь восемь бьем копытом оземь что-то как она бешеная становится а я тебя недооценила думала ты просто мальчик уверенный что она стоит за чахлой осиной я выскочил на перерез но здешняя кустика обманула теперь ее голос журчал слева а ты зайчик шустренький хорошенький снежок вылетел из темного укрытия просвистел над духом я тебе дам зайчик дай мне зайчика дай да мой зайчик тебе в рот не влезет подумал Антоха яркая лисья шуба мелькнула возле трухлявого пня я устремился туда перепрыгивая через ров зайчик выходи скорей мясом накорми зверей пошлять-ка самым важным для меня сейчас был меховой воротник режеющий за очередным деревом губа моя задрожала как у настоящего загонщика почуявшегося ревок и леса в моих объятиях такая гладкая и желанная все-все-все ты победил она прислонилась к шершавой коре засопела пожалуйста давай немного отдохнем ты слишком быстрый слишком сильный уакромы слишком чу довольный я побочинился в ожидании награды от побежденной но вместо приза получил подлый снежок в свое напыщенное лицо заливаясь хохотом хитрейшая из хитрейших рванула прочь а я даже не думал сердиться во что бы то ни стало надо догнать Алису а прокинуть ее а седла не мочу сорвать с нее маску увидеть все так это начинается уже что-то очень-очень такое бедный зайчик прыгает после мокрых сосен страшно в лапы волку серому попасть думает о лете прижимает уши на небо коситься небо не видать небо действительно исчезло за навесом крон я ориентировался по лаю глупой жульки но не отставал от хозяйки она не отставала от хозяйки и я настигал их а под ногами мелькала та самая тропинка что я представлял в школе оказывается нестись во весь опор так легко скорее выше быстрее мне казалось внутри отворился какой-то потаенный ларец с новыми возможностями мои мышцы гудели легкие увеличились а я сам будто стал сильнее даже зрение обострилось я видел каждую оледеневшую веточку каждую зазубренную на коре у кустов валялось что-то пестрое деталь одежды еще одно цветастое пятно справа алиса скидывала с себя вещи на бегу как шкуру и я окреленный стащил зубами варежки раздеться полностью и отдаться ветру до остатка скорее где я потянулся сбросил шапку махом откинул все что мешает бежать по нескончаемую лесу так я так и начинаю понимать что они реально превращаются она в лесу а он в зайчика да рюкзак тормозил я швырнул его в снег вместе со всеми ручками и карандашами в пенале цветными тетрадями линейками в клетку со всеми рисунками на полях и динозаврами для Оли Оля и вдруг в голове возник отчетливый образ сестра застывшая у окна при закатном свете маленькие детские ладошки прижали стеклу и согрев его отпечатались она бы согрела так целый мир Оля смотрит на тайгу и повторяет мое имя Тоша я остановился глубоко вдохнув и понял вдруг как все это сумасбродно и глупо раздеваться в лесу до гола в погоне за лисицей я вернулся за рюкзаком будто за обрененной частью самого себя и снова вспомнил как сестра не любила оставаться дома без меня умоляла вернуться после школы как можно быстрее что же я за брат то такой бегаю по лесу которым сам же пугал сестру веселюсь когда ей за порог запрещено выходить сиди в клетке Оль и смотри в сотый раз одни и те же мультики Тоша да, Оленька Тоша, а куда? куда так скачешь, чмошник? опа из вечной темноты за соснами как дикари из пещер вышел ухмыляющийся Семен и его гогочущаяся шайка ну, здорово, Антошка хе-хе не вышло сдрыснуть, да? очкарик в зубе царик на хе-хе-хе словно хищное стая не окружили меня внуждая пятиться в нос шибанул запах пота и табака во рту стало кисло словно я лизал батарейку Алиса имя спутницы превратилось в сдавленное сипение сосны качались молчаливыми стражами взгляд мой заметался я так мечтал видеть за деревьями лисичку ждал, что она придет на помощь но лишь ветер отвечал на мои призывы где Алиса? что вы с ней сделали? я вздрогнул, когда услышал свой голос он был неестественным, свирепым и пугающим какая еще Алиса? у тебя че, кукуха поехала? не ссы, ща в миг вылечим старовяк сплюнул сквозь щель в зубах и резко толкнул меня так, что я впечатался спиной в дерево ну как, полегчало? неужели Алиса специально заманила меня в ловушку к этим уродам нет, не верю не желаю в это верить глядите-ка пацаны а здесь он не такой борзый, как в школе ага, вылитый терпел она ты, сука, приезжая не на того руку поднял Семен уже двинулся на меня, замахнувшись Внезапно другой хулиган в спортивных штанах оглушительно свистнул и здоровяк покорно опустил занесенную руку это было неожиданно главный в банде оказался не Бабурин на деле все слушались этого похожего на хищного звелька парнишку с крепкими и острыми зубами бить не стали, видимо, собирались для начала поглумиться Слышь, Гондон Батькович это что ли твоя Алиса? я только сейчас заметил рядом с собой дружащего от холода жульку на шель, с которой налили комки снега хулиган присел на корточки и жестом поманил собаку ой ты батюшки Алиса ко мне, сучка блохастая остальные мерзко захихихали собака на острове уши облизнулась и стала осторожно приближаться сука, собаку троните, я порешу здесь каждого иди сюда иди, иди, я дам кое-чего и дрила, я б за такое сразу въебал не успел собака принюхаться, как живодер схватил ее за ухо и с размаху пнул под хвост так, что она полетела скуля в ближайший сугроб вся банда взорвалась смехом, а у меня сердце обледенело даже птицы, сидевшие на ветках, отозвались испуганным граем боковым зрением я заметил, будто кто-то промелькнул в обманчивых сумерках спящего леса или просто кусты на ветру шевельнулись за индивилами шипами веток робко, она ж больше срать не сможет давай теперь я а ну суки второй раз ебану минус на минус да с плюс но дворняге уже и след простыл чего ты, баран втолкуй его на очкарику, где его место только так, чтобы он понял ага, да ним кофяк на этот очкарик тебе при всем классе всек да без б ага Семен демонстративно поднес к моему лицу увесистое кольцо печатку с каким-то геометрическим символом ща, парашник, я тебе этой печаткой так заряжу клейма на всю жизнь останется и куда б подевались моя потаенная сила и храбрость стой я просипел а голова мотнулась врезавшись в кулак Семена красные искры брызнули из глаз беша подсоби Семен грубо толкнул меня навстречу поддонку с раскосыми глазами и тот подставил подножку я упал на устрою корку льда и толстяк тут же наступил на мою руку не давая подмяться из горла вырвался болезненный стон слыхали как замыл а ты случи мне пидик от злости и обиды я начал задыхаться боль нарастала ухо пульсировало и пекло точно его отрезали а поверх пришили ком крапивы че молчишь Антошка? отвечай ты педик и тут я почувствовал чистую незамутненную ярость концентрат моей злобы как чернила спрута она спыла из глубины сознания заполняя все мои мысли твари знаете что мой мой отец тотопедик загоготал Семен это стало последней каплей страх и злость сцепились внутри меня словно бешеные собаки он и кидо занимался поняли? он еще воевал таких как вы с закрытыми глазами убивает я только слово скажу он Ромка поднял руку остановив поток лжи и сделал пару шагов вперед Семен медленно отступил дав мне возможность встать неужели поверили? или его смутило мое перекошенное от ярости лицо воевал говоришь? мой батя тоже воевал в Афгане а твой и мой и мой да и в каких войсках интересно я замялся страх цепился в глотку злости и пустил ей кровь да он фуфло гонит Ромка бля буду на думал меня так просто развести? я тебя сучонка насквозь вижу на лице Ромки появилась гадкая улыбка ничего хорошего это не предвещало ты сам себе приговор подписал в школе тебя училка спасла ну а теперь все ха-ха-ха хана тебе во во Давай, Антошка, молись, кто бы твой труп по весне нашли бы. Сидел бы ниже травы, был бы целочкой. Жирного стукнул одно дело. Но про Афган пиздеть, где мой батя под пулями. Долг интернациональный. В дождь и моргу, блядь. А вот чё всё интересно. В дождь и моргу в переводе с персидх означает долина смерти. Глиньсто-песчаная пустыня на Ближнем Востоке в юго-западной части Афганистана. Там во время афганской войны советские войска уничтожали караваны с наркотиками, которые обменивали в Иране на оружие. Хулиганы вновь сомкнули кольцо, и я оказался напротив Семёна. Кровь стучала в висках. В ветке качаясь, как будто что-то шептали, обнадёживали. Стиснув зубы и борясь с мыслью, что выгляжу глупо, я встал в боксёрскую стойку, которую частенько видел в кино. Это была моя первая драка. Запомню на всю жизнь, если, конечно, не сдохну сейчас. Краем глазу я заметил, что тьма вокруг нас снова зашевелилась, будто в ней кто-то ходил туда-сюда. Я почувствовал клешни ромы, схватившие за портфель. Монатки, Антошка! Махаться мешает! Я был уперся, не желая подчиняться мерзавцу, но он ловким движением вынудил из-за пазухи нож, бабочку, нож-бабочку, демонстративно крутанув, подставил остриёк моему горлу. Слышь, Фрей, расслабься, а то больно будет. Вместо слов я выдохнул клуб пара. Ромка же дёрнул за всех сил, и рюкзак перекочевал к нему. Вальяжный и спокойный. Противно скалясь, он заглянул внутрь. Ты от нас что-то скрываешь, да? Ха-ха, у меня в школе какая-то крыса сменку подрезала. Ща поглядим, может это был... Опачки! Ромка многозначительно ухмыльнулся. А так, а что это у нас здесь? Учебники и тетради полетели на снег. Хулиган держал в одной рюкзаке портфеля, в другой что-то странное, напоминающее... ...маску. Он поднял её высоко, словно показывал кому-то ещё, кроме нас. Кому-то в кронах, в сумерках, за деревьями. Старая маска зайца. Длинные потрёпанные уши, едва замедленно нарисованные носы и усы, обрезали мне их на щеках. Откуда было ей взяться здесь? Кто её подбросил мне? Ха-ха-ха, хохотнул Семён. Новый год уже прошёл, мудила. Или ты реально поехавший? Это не моё! Да как не твоё, э! В твоём портфеле лезала на! Ха-ха. Домка наблюдал за этой сценой и хитро улыбаясь. А знаешь что? Надевай. Зачем? Надевай, говорю. Попрыгаешь перед нами, зайчик. Давай-давай! Или без станов домой пойдёшь на... Только не это. А если мимо кто-то из нашего класса пойдёт? Не надену. Сёма, надень-ка на него. Хе-хе-хе. Гаша услуживо подскочил к приятелю, взял облупленную маску, отвесил шутовский поклон. Затем передал её Семёну, уже потерявшему руки в нетерпении. Я оглянулся на сосны. Словно ждал помощи, ждал, что тени, ползающие вокруг нас, сжалятся и займут мою сторону. Ветви напоминали изломанные под страшными углами руки. Почерневшая кора была, обварившаяся кожа, а тьма гарью. Не убегу, не успею. Догонят. И тогда... Только учти, Сёма. Если он скакать не станет, ты сам за него поскачешь. Этот чмошник и не станет? Да поглядя на него, он же дурик конченый. Этот дурик тебе уже раз в жбан зарядил. Ромка прав. Давай, толстый, восстанавливай авторитетно. Или сам у нас запрыгаешь так, что Тетяндра отцепится. Значит, он и вправду боится Ромку. Семён вырвался под нос, злобно зыркнул на меня. Вот. Это чтобы маска хорошо налезла. Он смачьма харкнул. В заячью морду и поднёс маску к моему лицу. Плевок был похож на раздавленного паука. Ромка как-то по-звериному дёрнулся, скривил, захотел что-то сказать Семёну, но промолчал. Всё матёрся рядом, обрезительно скалясь и опаляя меня вонью из пасти. Надевай, Бера! А ты урою! Маска словно бы стала ещё отвратительней, злее, но вопреки всему, казалось, она могла подарить спасение. Стать второй кожей, только примерь, только коснись лицом её твёрдой бугристой поверхности и мех засеребриться, уши затрепещут живыми мышцами. Стоит надеть её, и Семёнов с компанией не станет. Навсегда. Блин, а шо делать-то, ребят? Он сказал, что не станет. Не, я пошлю вон нахер, он плюнул туда. Почему-то Ромкино удовольствие Семёнов меня расхрабрило. Что-то у них было не так в банде, старые разногласия. Мне бы расковырять эту рану. Пролезь бы в их головы, их черепа, в их тёплые мозги. Знаешь что, Семёнов? Собственный голос, ровный и твёрдый, удивил меня. Я сделал шаг вперёд и тихо, спокойно отчеканил. Иди нахуй. Опа. О-хо. Мед словно поставили на паузу, а через секунду разморозили. Срачки Семёна расширились. Маска выпала из мясистых рук. Он некоторое время отупольно переваривал услышанное, будто тужился решиться в уме сложное уравление, будто пытался решить. И, судя по пульсирующей на лбу в вене, ответ приводил его в бешенство. О-а-а. Остальные молча наблюдали за нами, предвкушая скорую расправу. Ты... Ты... Ты троп! В дебрях зазвенел ледок, срывающийся с ветвей. Звук напоминал мелодичный смех. И тут я услышал шёпот из крон, из нор, из лесных берлог. Будто бы Алиса притаилась в сугробе, словно суфлёр из будки старалась достучаться до меня. Не испуганная, а с весёлым гневом в голосе так представлялся мне этот тихий гул. Я уставился в проёме между деревьями. Там мелькнуло рыжее пятно. Лиса. Настоящая, обыкновенная лиса. Она выступила из-за кустарника. Я моргнул ошарашенно. Животное, припав на живот, буравило меня торчащими глазками. Пушистый хвост сновал по снегу, разбрасывая белую пыль. На меня смотри, падла! Но я смотрел мимо на лису, которая улыбалась мне. Оскалившись, она рыла нору в сугробе, двигала лапами так, будто танцевала. Острая морда была в снегу, усики подёргивались. Оскалившись, лиса обнажила чистокол желтоватых зубов. Лиса припала передом ещё ниже к земле, сверкающие плошки глаз налились расплавленным серебром. Я перевёл взгляд на перекошенное лицо Семёна. Он что-то речал. Я не понимал, что. Лиса пошла задом наперёд и скрылась в темноте. А из леса на меня вдохнула шёпотом. Скажи, свиньи заткнутся. Я хлопнул рукой по щеке, прогоняя чужой голос. Но смысл послания остался на подкорке. Подсказка. Мой шанс. Я усталился на переносе хрюкающего злобы Семёна и проговорил. Заткнись, свинья. Семёна будто парализовала. Словно экстрасенс Алан Чума закипнилизировал его, лишил воли. Во рту возник привкус алисиной жвачки. Ягодный, терпкий. Я словно вытянул карту из засаленной колоды, и она оказалась козырной. Мозг работал на пределах возможностей. Словно киношные титры промелькнула словно Полина о том, что после переезда характер Семёна испортился. Пазлы сложились. Козырь полетел в прыщавую физиономию. Я говорил вальяжно, растягивая слоги. Есть у меня подозрение. Ты не просто так перевёлся в новую школу. Сбежал, да? Как крыса сбежал. Потому что сверстники бывают жестокими. С теми, кто не такой, как они. С теми, кто толще их, например. Слабее. И ты решил издеваться над другими. Как издевались над тобой. Я увидел, как дёрнулся кадык Семёна. Словно перезарядили помповую винтовку. Ты отыгрываешься за старые обиды. Хочешь казаться тем, кем не являешься. Но знаешь, ничего не меняется по щелчку пальца. Знаешь, кем ты был? Леза Тейл Дыханя, слушая, наслаждаясь. Знаешь, кто ты есть? Пяша шагнул, было к приятелю, но Ромка осадил его, хлестнув властным взглядом. Тот аритировался, сунув руки в карманы. Продолжай, Тоха. Слова Ромки рикошетили от шершавых стволов. Знаешь, кем ты будешь всегда. Семён беспомощно озирался. Второе имя, настоящее имя, которое дали тебе одноклассники. Откуда? Теперь Ромка и Бяша смотрели на Семёна, как на добычу. Даже показалось, что облизывали свои сухие губы. И ветер тоже облизывался, гоняя вдоль дороги мои разбросанные тетради. Звинья! Мой громкогласный крик эхом полетел по лесу. Деревьями и оврагами он понравился. Эхо повторило, удвоило, утроило возглас. Рома оскалился, блеснув зубами. Руки Семёна упали по швам, глаза намокли, а я воспользовался преимуществом. Ударил со всего маха. Антоха гораздо сильнее, чем в первый раз в школе. Да хрустов печатал кулак его испуганную физиономию. Плещавая щека заплясала под костяшками, как поверхность киселя. Охнув, Семён плюхнулся на озледеневшую дорогу. Он держался за ушибленное место, не понимая, что происходит и как так вышло. И глядя на него, я понял, что улыбаюсь. Толстяк наконец очухлся, вскочил на ноги и, скорчив яростную глимассу, бросился на меня с кулаками. Но я, разгорячённый игрой в снежки, ловко увернулся. О, это говно. Он прилетел на снег, неудачно приземлился прямо на кучу свежих собачьих какашек и обиженно взвизгнул. Хай, красава, Тоха! Думал, ты сосунок, а он как жердяю делал. Семён захныкал, осознав всю гибельность своего положения. Сука! Чё я бабушке теперь скажу? Скажи, что жрал говно. Она меня убьёт, когда увидит. Чего ты там скулишь? Тебя с парашей не слышно. Тщетные потуги Семёна снегом очистить дублёнку вызвали у Бяши приступ веселья. Я тоже улыбнулся. Криво, зло. Ха-ха, мастёвый на! А ну, вставай и скачи, как зайчик. Только желательно подальше, а то от тебя уже дерьмом несёт. Это я, чё, тебе займу третье место в их банде? Да, как не хочется. Надо их тоже уебать. Ха-ха-ха, идите вы все нахер! Его красные зарёбанные глаза остановились на мне. Не успел я стереть улыбку с губ, как Семён налетел коршуном, вцепился мне в лицо с крюченными пальцами и обгрызанными ногтями. Я пнул куда-то в слой жира под дублёнкой. И мир лишился чёткости. Распылись контуры чёрных деревьев, затуманились лица одноклассников. А чё на это скажешь, сука? Он победно поднял руку с моими очками. Но триумф длился недолго. Два расплычных силуэта выскочили вперёд. Бывшие Семёнины дружки. Я услышал знакомый до боли звук, но Семёна посыпались смачные оплеухи. Не по-пацански поступаешь, гнида! А ну гони линзы назад! Дерись по понятиям, на! Судя по ухам и критине Семёна, на уговоре друзей Энни подавался. Да пошли вы в жопу! Тоже мне друзья! Крупная фигура, барахтящаяся в снегу, кое-как смогла вырваться из-под града тумаков и бросилась на утёк, быстро растая в потёмках. Завтра в школе тебя выцепим, хрюндель! Точно-точно! За базар ответишь на! Горло тебе перережу, слышишь? Ромка и Бяша начали швырять глыбы льда в свет убегающему Семёну, а потом вместе страшно закричали, запричитали глумливо! Свинья! Захрустел снег. Запыхивающиеся ребята приблизились ко мне, и я наконец смог разглядеть их прибавившихся в резкости лица. Мои очки... Блять! Ромка вырыгался. Гондон этот стащил. Зато мы ему всыпали одну сына! Вот это поворот вообще неожиданный. Завтра вот с таким фуфелом припрётся, ответяю! Даша захохотал гортанно. Гиеной в королеве обзавидовалась бы этому смеху. Ну и дела. Тоха, ты без очков хоть что-то видишь? Немного. Из мглы выдвинулась рука с красным прямоугольником. Рома передал мне сигарету. Угощайся. Я прищурился с силой сразличить марку табака, хотя совсем не разбирался в сигаретах. Я ни разу не курил, да и начинать не хотелось. Интересно, будут ли они со мной общаться, если не перенимать все их привычки? Поколебавшись, я покачал головой. Спортсмен, что ли? А ты в глаза долбишься? Не видел, как он Семёна чётко вмазал? Да базара ноль, морталкомбатна. Тоха, у нас роки-бальбоа. Тогда уж и вам драго. Курим одну на двоих, гони жигу. Ромка губой подцепил сигарету, а Бяша суетливо шарил по карманам в поисках зажигалки. Тоха, чё я сказать хотел? Не держи зла, брат. Мы тебя на вшивость проверяли. А то очки эти, а ещё и маска. Бяша чиркнул в здоровенной Тбилиси, и Ромка смачно затянулся. Меня, кстати, Ромка зовут. Он пожал мне руку сильно, до боли сдавив пальцы. Его сорванные сухие мозоли на ладошке говорили, что он носит спортивный костюм не просто так. Это вот Бяша. Ты не очкой. Со свиньёй мы лично пообщаемся. Он выдохнул в мою сторону клуб дыма, отчего я тут же закашлялся. Ага. Пойду пока сумку заберу, а то темнеет. Я нагнулся за выпотрошенным рюкзаком и его содержимым, надеясь, что новые приятели исчезнут. Когда я повернусь. Но они так и остались стоять, передавая друг другу сигарету. Два низкорослых силуэта, сблуждающие между ними огоньком на фоне сосновых столбов. Они ждали, пока я соберу учебнику, и перешёптывались. Говорили в сосновом... Говорил в основном Ромка. Бяша лишь шмыгал носом и одобрительно мычал. И тут, среди припорошенных снежковом тетради, я вновь увидел ту старую, потрёпанную временем заячью морду из папье-маше. Пустые дыры, глаз, в которые может быть что угодно. Любые глаза. Но маска будто хотела иметь мои. Откуда она взялась и что забыла в моём портфеле? Я подобрал её так осторожно, словно опасался, что она цапнет меня за палец. Просто новогодняя маска, заиндивевшим плевком на внутренней стороне. Только что в ней было не так... Что-то копошилось внутри. Под коркой старых газет. Хорошо, ребята, а что там копошилось, мы неожиданно узнаем в следующей серии. Потому что времени уже много. Играть честно интересно. Но нужно знать меру хорошего понемножкам. Меня зовут Энди Мув. Если тебе понравилось на видео, не забудь поставить ему лайк. Мы обязательно увидимся в следующей серии. Спасибо, что смотрел. До скорой встречи. Пока, дружище. Продолжение следует...